Трагическую гибель сотрудника ОБСЕ на Донбассе сегодня обсуждали в Москве. Там генсек Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе Ламберто Заньер провел переговор с главой МИДа РФ Лавровым. Чем закончилась эта встреча? Давайте узнаем. Буквально через день после переговоров с Федерикой Магарини глава ОБСЕ Ламберто Заньер прибыл в Москву. Причина подрыв автомобиля наблюдательной миссии на фугасе. Мы инициируем процесс внутреннего расследования. Конечно, будет и уголовное расследование для того, чтобы установить, кто несет ответственность, каким образом снаряд остался на дороге, которой пользуются гражданские лица. Об ответственности пророссийских боевиков представитель Москвы не говорил. По словам Лаврова, его ведомство выступает за расследование, но выдвигает свои условия. Исходим из того, что расследования должны участвовать наряду со специальной мониторинговой миссией и представители контактной группы, и совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Луганской народной республики. Эти слова Ламберто Заньер оставил без комментариев. Как отметил глава ОБСЕ, несмотря на трагический инцидент, миссия наблюдателей продолжит свою работу на территории Донбасса. Ее мандат недавно был продлен. Мы будем заботиться о том, чтобы модальности нашей работы принимали во внимание прежде всего гарантии физической безопасности наших наблюдателей, а с другой стороны посмотреть на то, чтобы миссии работали эффективно, как и прежде. Кроме того, Ламберто Заньер подчеркнул, медленное выполнение минских соглашений вызывает разочарование. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер.